Привет всем, с вами Сергей Корж и я представляю на ваше обозрение топ-10 файтингов, в которые я играл. И начну я по мере их выхода в свет, то есть начиная с 90-х годов примерно. Погнали! Street Fighter 2 на Dendy. Сейчас впервые вижу его в свете, так как раньше играл в черно-белом теле еще. Mortal Kombat, Battle Toads, Double Dragon не могли заменить Street Fighter, пока мне не попалось. Ниндзя-черепашки-мутанты Торнамент. Это неимоверно крутой файтинг про ниндзи-черепашек. Леонардо, Донателло, Микеландзело, Рафаэль, всех вы знаете. Еще там был Кейси, Хотхед и Шреддер. Сплинтер по сюжету тоже был, но он схвачен Шреддером и присутствует в качестве неигрового персонажа. Иногда он бросает на арену ультраболы, которые можно подобрать и запустить противника. Это единственная игра в серии, где черепахи не используют оружие в бою. Вы только посмотрите, даже сейчас она смотрится очень-очень интересно. Кстати, в нее до сих пор еще и играют. Используя какой-то сторонний клиент и удаленное интернет-соединение, на ПК в нее рубятся. Но на смену Дэнди появилась Сега и, конечно же, МК-3 и МК-3 Ультимейт. Я думаю, что ни один фанат файтингов не прошел мимо этой игры. Как с друзьями мы рубились. Были книжки с чит-кодами и спецприемами. Кто-то даже пытался торговать фаталити и другими добиваниями за реальные бабки. Я до сих пор помню некоторые комбинации типа Бруталити. Например, XC-ABCZ-XABCZ. Или XXXBA-XXXBA-XXXZ-XZ-XZ-XZ-C-A. Если вы помните, на кого из персонажей это были комбинации, пишите в комментах. Обсудим. В то время у меня на районе был только один стоящий противник. И с ним потом мы перешли в Текен-3. Но на Сеге была еще одна любимая драчка. Это Wrestlemania. Очень крутой файтинг, в который мы залипали, когда отдыхали от МК-3. Гробовщик, клоун, бам-бам, биггилу и другие персонажи радовали нас сокрушительными ударами и зрелищными комбами. Просто сами посмотрите и поностальгируйте со мной. Это чудесное шоу и игра в K-Street всяческого рода крутыми приемчиками. Но прогресс не стоит на месте и появились Sony PlayStation и Текен-3. Попутно было также Mortal Kombat Trilogy, естественно, но в Текен я влюбился безвозвратно. Пусть мы не могли комбить по пол хп, но дрались на высоком уровне, достаточно высоком. Я ради прикола сейчас в Текен-7 взял Джулию Чанг и сходу сделал 10-питовую комбу. До сих пор помню многое из Текен-3. А сколько хайпа навело мое открытие, что можно делать Чикен, это перехват перехвата, так сказать. Это просто жесть. Особенно радовала русская локализация, в которой вы все, наверное, помните о таких персонажах, как Мауман и Вано. Да, были времена. На Sega Dreamcast играл немного в Soul Calibur, но уже не заходило. Потом играл на PSP, в Текен-5, Текен-6. Поиграть было по сетке очень редкая возможность, так как требовалась вторая PSP-шка. А бои с компьютером сильно не впечатляли, скажем так. Кстати, классная вещь, повторы последнего удара в матчах. Почему ее не оставили в Текен-7, я не знаю. Очень круто смотрится, мне всегда нравились эти вещи. Особенно, если как-то красиво все получилось. Да, в 7 есть слоумо, но повторы тоже классная штука. И вот вышел МК-9. На ПК. Сильно долго я в него не играл. Но когда начал, забросил все остальное. В основном играл за Скорпиона и Смоука. Но было еще несколько персонажей, таких как Кабал, Джакс, Джонни Пейдж. Тогда им бой был. А вот с выходом МК-9 дело изменилось. В МК-9 уже было доскональное изучение игровых механик, фрейм даты и так далее. Шерстил форумы и видео, записи турниров. Даже сам пробовал поучаствовать. Выигрывал несколько любительских. В турнире ESL почти по телеку показали. Но не хватило одной победы. В общем, МК-9 топ и до сих пор популярна. На моем канале вы, кстати, можете посмотреть некоторые видосики. И с моим участием и обучающие по Мартухе. Инжастис, Инжастис 2, Иммортал Комбат 11. Эти игры я объединил в один номер. Поставлю в один ряд. Может меня многие захейтят за это. Простите, но мне они просто не зашли. Красивые, интересные. Сюжет хороший. В МК-11 неплохо поиграл какое-то время. Но десятка нравится все же больше. Есть свои плюсы и минусы. Десятка, мне кажется, быстрее. В одиннадцатый немножко медленнее. На этом же уровне я оставлю Dead or Alive 6 и Soul Calibur последний. Пока просто нет времени уделять время всему. Хотя даже не поставил список еще кучу игр. Типа Killer Rings, Типа Street Fighter. Я постараюсь в ближайшее время посмотреть эти игрушки. и поделиться с вами своим мнением о них. Я выбрал для себя одну единственную, любимую игру, в которой лежит душа. Хоть она и неимоверно сложная в отношении некоторых механик, я постепенно в них разбираюсь и делюсь опытом с вами. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, не стесняйтесь, я вас попрошу подписаться и жмякнуть на диндон. Надеюсь, видео вам зашло. Такая своего рода исповедь файтера. Пишите в комментах свои любимые драки. Обсудим. Может, я что-то забыл, что-то упустил. Желаю всем побед и до встречи в онлайне. Пока-пока.